Популярная длина Они были обнаружены в бровях Крансом случайно. У него кончилась латекс, бутылочка с латексом белого цвета. И он решил добавить латекс из бутылочки с красным латексом. И получилось, что популярные линии, гребни популярных линий стали красными, а промежутки между популярными линиями белыми, так вот было обнаружено наличие популярных узоров на слепках ног Бекфута. Первые слепки с популярными узорами были получены в Голубых горах в 1982 году. Вскоре были налиты три слепка, которые имели большую площадь, занятые популярными узорами и более четкими популярными линиями. Четкие популярные линии видны на многих местах этих слепков, особенно вокруг пальцев, но не только. Дальше мы увидим шесть увеличенных участков с популярными линиями. То, что популярные линии лучше отпечатываются около пальцев, а хуже на менее подвижных частях стоп, связано с тем, что грязь сильнее прилипает к малоподвижным частям стопы. А движения пальцев отряхивают кусочки грязи с их поверхности, и они сама очищаются в результате постоянных движений при ходьбе. Вдобавок к этому компрессионные жировые подушечки часто вдавливают популярные узоры по краям отпечатков стоп, и это тоже часто проявляется на боковых поверхностях пальцев. На этом рисунке представлен отпечаток первого пальца с правого слепка. Он освещен косым точечным источником света для проработки деталей. Популярные линии видны на большей части пальца, а посередине целостность рисунка разрывает заметный шрам. Дактилоскописты и полицейские эксперты с интересом относятся к таким отпечаткам, поскольку им кажется, что кто-то изобрал метод получения отпечатков и будет использовать их для преступления. Дактилоскописты обнаруживают на этих отпечатках рисунки из тонких. Они ориентированы на различных частях стопы, так же, как они ориентированы на стопах человека. Кроме того, эти рисунки различаются на разных пальцах, так же, как и у людей. В одном случае рисунок проходит поперек передней части стопы, как у людей. А в другом случае этот рисунок источен на поверхности растирания. Такие места дактилоскописты называют кожей трения. И это кожа трения располагается в тех местах, как если бы это был настоящий снежный человек. Здесь представлен популярный узор на втором пальце. По всему пальцу располагается дугообразный узор. В центре видно что-то похожее на кожу и стирание. Это популярный узор на пятом пальце. Этот последний палец показывает самые четкие... Популярные узоры пятого пальца переходят на дополнительную выпуклость, которая, может быть, представляет собой зародыш шестого пальца. Это слепок уже другого отпечатка. Это неполный отпечаток, который, предполагается, возникает при беге животного. Это увеличенный фрагмент отпечатка между вторым и третьим пальцем. Здесь мы видим две группы популярных узоров, которые сходятся в складке между пальцами. На этом рисунке представлен край стопы. На нем мы видим разобщенные фрагменты кожных узоров. Эти рисунки лучше видны на верхней части снимка. Обратим внимание, что край стопы на этом слепке вертикален. Это увеличенная часть второго пальца, который рассматривался раньше. Это участок кожи от центра ближе к низу. То, что выглядит, как небольшие отверстия вдоль кожных гребней популярных линий, интерпретируется экспертами по отпечаткам пальцев, как активные поры пота. Обычно они расположены на расстоянии... Обычно выходы активных потовых желез располагаются на расстоянии полумиллиметра друг от друга. И вдоль каждого гребня имеют тенденцию выстраиваться в ряды, которые идут под прямым углом к самим гребням. С точки зрения дателоскопистов, эта фотография преодолевает все тесты достоверности. Расстояние между бороздами различается, но в среднем составляет около 20 линий на сантиметр, или 50 линий на дюйм. Так же, как у человека и других высших приматов. В некоторых местах вдоль гребней располагаются небольшие углубления, которые являются выходами потовых желез. Их идентификация представляется экспертом по дателоскопии надежной. Гипсовые слепки заливаются латексом для получения папиллярных узоров. Когда под латекс попадает кожа и стирание, то могут возникать пузырьки воздуха. Эти пузырьки располагаются на самом деле в двух мелких бороздок на гипсовой матрице. Они представляют собой папиллярных узоров. Однако эти пузырьки располагаются хаотично на гипсовом слепке и отличаются от потовых пор более крупными размерами и устрыми, а не округлыми краями. Чтобы исключить сомнения антропологов, в том числе Тима Белого, Грой Кранц отпечатал расческу на глине и залил ее гипсом. Пузырьки воздуха в самом деле наблюдались на линиях отпечатков зубьев расчески, причем их было больше на широких отпечатках. И пузырьков было меньше там, где зубья расчески располагались чаще. А истинные кожные линии располагаются еще более часто. Заключение по этим проверочным испытаниям состоит в том, что пузырьки воздуха могут располагаться на кожных узорах, но их намного меньше, чем истинных потовых пор. Кроме того, поры располагаются по прямым линиям поперек гребней кожных узоров, а пузырьки воздуха располагаются беспорядочно и имеют другую форму. Полицейский эксперт Бенни Клинк, который первый изучил эти отпечатки, заметил, что любой мошенник, который может выгравить детали гребня такого качества и количества, должен вместо этих подделок зарабатывать фальшивые деньги. Когда он понял, насколько постоянны поры пота, он несколько изменил свое мнение, заявил, что ни один гравер не смог бы воспроизвести только последовательных деталей и с таким качеством. Это даже без учета того, что мошенник должен быть еще и специалистом по дерматоглифике. Кроме того, по его словам, возникает проблема посадить эти отпечатки на грунт. Еще одна характеристика, которую отмечают эксперты, это то, что известно как дисплазия. Это означает неспособность гребней правильно выстроиться в процессе развития, так что появляются участки кожи с беспорядочно ориентированными короткими сегментами гребней. Часто длина этих сегментов всего 2 или 3 потовых поры. Это состояние иногда возникает при трении кожи человека, часто в тех же местах, где оно появляется на этих слепках. Покойный Роберт Олсен был особенно впечатлен этим нарушением, как и Эд Пальма из полицейского управления Сан-Диего. Большинство проблем, связанных с подделкой этих отпечатков, решены, но есть и другие. Чаще всего считают, что это просто копия, сделанная с кожей трения стопы, которая каким-то образом, неизвестным образом, была перенесена на эти следы. Человеческий стоп такого размера, как у бигфутов, и такой формы не существует, в то время как те немногие, которые достигают 14 дюймов, то есть 30 сантиметров, хуже, чем стопа бигфутов. Главный эксперт фирмы «Найк» Эд Пальма заявил, что когда человеческие стопы достигают такой большой длины, то их ширина не превышает 1 трети их размера. А у снежного человека на 1,5 дюйма больше именно для этого конкретного отпечатка. Гровер Кранц первым обнаружил, что крошечные стопы человеческого младенца напоминают следы ног снежного человека. Они плоские, имеют более ровные пальцы, а кончики пальцев идут почти прямо поперек. Таким образом, мысок имеют более квадратную форму. Человеческая форма стопы развивается позже. Вот справа, пока задавал отпечатку 9-летнего ребенка, тут уже видно, что форма младенца превратилась в форму взрослого человека. Еще одна версия скептиков, что апеллярные узоры были перенесены со стоп человека и расположены на этих гипсовых слепках. Но это невозможно, поскольку Эд Пальма смог полностью проследить гребни по всей ширине самой широкой части следа. Этот отпечаток уже раньше показывали. Это единственный диаметр стопы, который совершенно невозможно покрыть популярными узорами со стоп человека. Даже если бы можно было найти человека с такими гигантскими ступнями, то как побудить его оставить эти отпечатки в очень труднодоступном месте? Или же была сделана серия слепков, пронесенные на многие мили, вдавленных в землю, а затем снятых снова, и при этом не было оставлено никаких следов мошенника? Можно сделать гипсовый слепок человеческого следа, потом сделать латекс с этого слепка, затем пропитать латекс с керосином, и это сделает слепок еще наполовину больше. Затем этот латексный слепок можно заполнить гипсом, чтобы получить гигантский слепок с кожными гребнями во всех нужных местах. Этот метод подделки был предложен в печати Доном Олдом Бердом в 1989 году и некоторыми другими. Самая большая проблема с обработкой керосином заключается в том, что все детали популярных узоров также будут увеличены в полтора раза. Одной из первых вещей, на которую обратили внимание специалисты по отпечатке пальцев, были расстояния между гребнями, и все они сочли их вполне нормальными. Кроме того, форма стопы находится за пределами человеческих возможностей. С точки зрения относительной ширины, ее относительные размеры и ориентация пальцев не встречаются у взрослых людей. Слепок детской стопы можно несколько раз расширить керосином до нужного размера, но и тогда расстояние между гребнями станет в несколько раз больше, чем нормальное. Любое растяжение такой латексной формы в определенных местах приведет к соответствующим контрастам в расстоянии между гребнями в разных направлениях или в разных местах. Опять же, опытные дактилоскописты сразу же уловят такие неровности, и ни один из них этого не обнаружил. Я экспериментально доказал, что форма взрослого человека не может быть увеличена в одном измерении или в одной своей части. Место, где в 1982 году были обнаружены эти дерматоглифические следы, были подвергнуты довольно тщательному изучению со стороны лесной службы США. Они привели пограничного следопыта, имевшего значительный опыт выслеживания людей в подобных условиях, и попросили его оценить доставив следов. Он признал их подделками. Фактически он сделал это заявление еще до того, как посмотрел на следы. По словам трех сотрудников лесной службы, которые мне об этом рассказали. Отчет критика опубликован в журнале Криптозаводжи 1984, странице 128-134. Поэтому Груя Кранс отвечает по пунктам, используя те же цифры, что и в отчете критика. Пункт первый. Длина шага не меняется с наклоном местности. Если бы искусственные ноги были использованы для подделки этих следов, как подразумевается в другом месте отчета, шаг, безусловно, должен был бы измениться, когда человек ходил вверх и вниз под склоном. Только невероятно сильное существо может поддерживать тот же шаг на местности с разным уклоном. Следы не увязали в грязи, а следователи увязали очень глубоко. Это подразумевает, что человек носил поддельные ноги, таким образом не погружаясь так далеко, как следователи. Однако это заключение некорректно, поскольку следы явились на место через шесть дней, когда влажность почвы могла измениться. Третье. Серия следов снежного человека была подозрительно обособленной, с четким началом и концом, в отличие от медвежьих следов. Однако без грязи, по чистой дороге, по следам снежного человека намного труднее идти, чем по следам медведя, потому что они не оставляют следов когтей. Также возможно, что снежный человек сознает, что он оставляет следы и оставляет их в качестве маркера. Отпечатки пальцев ног были четкими, там, где они должны быть гладкими. То есть они впивались глубже. Но эксперты по отпечаткам пальцев обнаружили, что это соответствует их представлениям. Это было показано раньше. Пятое. На одном следе мусор был соскоблен и удален. Моисная подстилка удивительно хорошо исчезает внутри следа, когда до нее вступают с большим весом. Это гуровик Кранс наблюдал на своих собственных следах. Кроме того, окрестности были расчищены теми, кто первым нашел следы. Шестое. Бизинцы мало вдавлены в землю при захвате земли. Снежный человек вдавливает их больше на более крутых склонах. Седьмое. Отсутствие признаков соскальзывания носка или пятки на крутых склонах. Этих признаков не было, потому что отпечатки были глубокими. В общем, следователю не понравилось, что внутри одного следа лежал камень. Он решил, что этим камнем след дорабатывался, чтобы произвести впечатление на него. Но это странный комментарий. Наличие камня до того, как на него наступил Бекфут, подтверждено изучением деталей отпечатка, которые позволили, наоборот, определить неизвестные особенности следов. И это подтверждает истинность следа. Пальцы на одних следах шире, чем на других. Но это, наоборот, подтвердает, что след оставлен живой ногой, а не искусственным подделанным отпечатком. Восемь С. Маркеры отпечатка поднимаются по бокам стопы слишком высоко. Это обычная характеристика бипедализма. В этом можно убедиться, посмотрев на собственную ногу и сравнить с тем, что можно увидеть на руке. Большинство людей не знают об этом. И фальшивый след, вероятно, не имел бы этих особенностей. Восемь Д. Подъем был за больше, чем должен был бы быть. Неясно, что эксперт имел в виду, но это может означать, что стопа была плоской. Как и должно быть в случае, если б след был оставлен Бекфутом. Рассмотренный список из восьми пунктов взят из отчета Родни Джонсона, биолога гиперприроды. Он в основном основывался на критике, высказанной пограничным следопытом, который подавал отдельный отчет с почти точно такой же информацией. Джонсон, однако, закончил свой отчет некоторыми комментариями о том, как трудно было бы подделать эти следы. Он вообразил только один метод подделки и рассмотрел, каким образом этот метод противоречит информации, которая была собрана на месте. Он предположил, что подделка этого следа могла быть сделана при увеличении следа настоящего человека. И полагал, что это увеличение должно было бы затронуть и другие складки такой ноги. А кроме того, надо было указать, что сложность подделки сильно увеличивается от того, что непросто получить такой размер и форму ноги, как на следах. Более того, для каждого следа необходимо изготовить свой штамп. Один из коллег-антропологов Гровера Кранца, Джон Бодли, имел значительный опыт в подслеживании следов животных. Он был достаточно заинтересован, чтобы выяснить, сможет ли он подделать популярные узоры на слепке так, чтобы это было невозможно разоблачить. Он вдавил некоторые популярные линии со своих стоп и ладоней в глину, которая имела форму гигантского следа. Он несколько раз прокатил свою пятку по пятке этого гигантского отпечатка, чтобы получить популярные узоры на всю ширину этой большой пятки. После этого он залил в эту форму гипс для получения штампа. Этот штамп он потом вдавил в тщательно подготовленную грязь для получения грязного слепка. А потом в этот след уже залил гипс, который представлен на этом рисунке. Этот слепок доктора Бодли был сразу опознан пятью полицейскими экспертами как подделка. Но они ничего не нашли плохого в другом гипсовом слепке, который им был предъявлен для контроля. И был получен также в Голубых горах спустя несколько лет после находок тех отпечатков с популярными рисунками, которые были рассмотрены раньше. Одним из этих экспертов был федеральный агент на острове Сокровища, к которому в этот момент как раз приезжал его коллега из Котланд-Ярда. Так вот им потребовалось пять секунд для того, чтобы опознать слепок Бодли как подделку, несмотря на то, что он по форме очень был похож на истинный след со сквача. Они основывались на том, что популярные линии были неправильно ориентированы на этом следе. А потом они долго изучали след, который был получен в Голубых горах, и не нашли на нем никаких следов подделки. С 1982 года Пол Фрейман провел много времени, прочесывая район Голубых гор в поисках следов со сквачей. И залил примерно 30 отпечатков, 20 из которых любезно предоставил Гроверу Крансу до дальнейшего изучения. Некоторые кредики устно и в печати жаловались, что Фрейман не должен быть единственным, кто обнаруживает эти следы, если только он их не подделывает. На самом деле некоторые другие люди, которых я знаю, находили там следы. И многие другие, возможно, тоже. Но они просто рассказывают о них только своим друзьям. А информация доходит до меня только намного позже. К тому же Пол Фрейман проводил очень много времени в поисках, пока травма ноги их не ограничила. Наиболее интересные следы были получены Полом Фрейманом в 1984 году. Это был новый индивид, который не встречался ранее. И его следы были небольшие, 13 дюймов или 33 сантиметра длиной. Было получено следы правой и левой ног, а правой ноги было получено еще полотпечатка. Эти следы были морщинистыми на большей части поверхности кожи. И имелись только слабые патулярные линии. Более детально они были проявлены на вертикальных и даже нависающих боковых поверхностях слепков. Среды пальцев были больше раздвинуты при... Эти слепки морщинистых ног были изготовлены в Голубых горах в 1984 году. Эксперты Эд Пальма и Роб Ольсон увидели небольшие участки кожи, покрытые популярными линиями на этих слепках. Но они были почти полностью покрыты обширными морщинами на большей поверхности стопы. К тому же эти следы не являются зеркальным отображением стоп, поскольку под подошвами оказался довольно зернистый грубый грунт. Голубых кранц подозревает, что следы эти принадлежат очень старой женщине, наполовину инвалидке. Поэтому можно считать, что на мысок ноги пришелся полный вес тела. Хорошо припечатались подушечки пальцев и видно, что они расплылись от давления полного веса на мысок ноги. Возникло нависание края грунта по бокам пальцев. Когда нога пошла вверх, давление на мысок упало до нуля. Грома пальцев вернулась к нормальному размеру. Зафиксированное расплывание подошвы в части пальцев и возврат к обычному размеру составляет 20% за счет изменения жировых компрессионных подушечек фаланг пальцев. Любой человек, кто бы мог подделать такие следы, столкнулся бы с целым ворохом проблем. Он должен был бы, незаметно, не оставляя своих следов, проникнуть на место. Пронести сюда много оборудования, которое бы не только оставляло следы, но также производило бы их глубокими. Делало бы каждое из отпечатков уникальным. Показывало бы гибкость стопы. Помимо этого, он должен бы еще быть экспертом в области драматоглифики. Быть мастером гравировки такого уровня, что мог бы подделывать доллары. И зачем ему надо было обманывать горстку каких-то лесных патрулей или старых антропологов. Вместо этого, он мог бы себе подделывать доллары и жить припеваючи. Но несмотря на все эти неостыковки, некоторые скептики считают, что Пол Хримен мог совершить этот подвиг. Гровер Кранц изучил старые коллекции Титмуса, Боба Титмуса и Грина. Но нашел только несколько отпечатков, которые могли бы указывать на наличие популярных узоров. Самые первые коллекции 1959-1952 год, которые собрал Том Слик, исчезли. Но когда они найдутся, вряд ли смогут что-нибудь поменять. Совсем недавно, в мае 1990 года, строитель прислал мне слепок ноги из Южной Индианы. Гровер Кранц отнес этот слепок в полицейский участок Сан-Диего. Эксперты полиции пришли к выводу, что популярные узоры здесь есть и они соответствуют живой ноге такого размера. Это первый отпечаток, который указывает на то, что существует снежный человек в восточных областях Соединенных Штатов и Канады. Хотя много было сообщений о существовании снежного человека в этих местах. Но осязаемые доказательства были получены только с поступления на этого слепка. В качестве своего рода постскриптума к этой теме я должен упомянуть кожные рисунки на слепках покалеченной ноги. Мои слепки были латексными копиями грязных копий оригиналов. Я показал их медупальными полицейскому эксперту, чтобы удовлетворить его любопытство вскоре после начала этих дерматоглифических исследований, о которых шла речь в этой лекции. Полицейский взглянул на слепки и указал три места, где, по его словам, были следы кожных узоров. Я очень внимательно изучал эти места, но ничего абсолютно не видел. Но я заполнял эти места. Через два года Рене Дахинден показал мне оригиналы этих слепков, которые он обнаружил и купил. И в трех местах, которые Эл Пальма показал, я смог увидеть, наконец, несколько популярных узоров. Не может не удивлять высочайшую квалификацию этого специалиста. Мне казалось, что научное признание реальности этого вида обойдется без необходимости приносить образец самого животного. Именно эта надежда побудила Гровер Кранца потратить на это исследование так много ресурсов, а также личной научной репутации. Проиграв эту битву почти полностью, Гровер Кранц остановил дальнейшие исследования по этой теме. Однако он продолжал выступать в СМИ, когда они к нему обращались. Продолжение следует... Продолжение следует...